Всем привет! Как я и обещал, мы постепенно, медленно, но начинаем говорить о военном деле средневековой Руси, военном деле и вооружении. В дальнейшем роликов будет больше, мы постараемся делать их максимально регулярными, пока точно не знаю в каком временном формате, а также с каким временным промежутком между собой. Но мы это делать будем в любом случае. Вводный же ролик я начну, даже, нет, неправильно сказал, не вводный. Начальный ролик, который будет не введением, но неким предуведомлением. Я очень давно обещал поговорить о пехоте средневековой Руси. Была она, не была, какая была. Словом, что я по этому поводу думаю. И что нам доносят исторические источники. Так что назовем мы нашу беседу, которая предуведомляет вообще серию разговоров о военном деле вооружения средневековой Руси. Так, пешцы, полки городовые. Вот примерно такое у нас будет название. Так, поехали. Как мы только что поняли, точкой продолжения нашей беседы будет именно пехота. Причем в условиях формирования раннего служилого сословия на Руси. Казалось бы, эти две истории прямо отрицают друг друга. Потому что пехота это нечто, что в классическом и развитом средневековье относится к непривилегированному классу. А служилое сословие это привилегированный класс и всегда конница. Уж точно совершенно, если мы говорим о Европе и шире Евразии. В русском языке даже слово пехота, судя по всему, в конце имеет такой несколько уменьшительный негативный суффикс. Вот это вот так. Пехота, мелкота. Ну, пехота, мелкота. Что-то, короче говоря, незначительное. Но, тем не менее, формирование служилого сословия на Руси и, собственно, вопрос пехоты – это две абсолютно взаимосвязанные величины. Хотя, казалось бы, они друг друга отрицают. Это один из примеров того, как действует закон единства и борьбы противоположностей в диалектике. Это, кстати говоря, к вопросу о пользе диалектики в изучении истории. Все, кто в курсе хотя бы чуть-чуть военной истории, знают, что в 8-10 веках основой войска на Руси была, собственно, пехота. Причем в виде пешего ополчения. В данном случае нет ничего необычного на фоне всех наших соседей и аналогичных обществ в других хронологических рамках и в других местностях. Основа войска – это ополчение всех свободных граждан, в данном случае Славиний. Это особый тип вождеств славянских обществ в раннем Средневековье. Пока мы не будем специально говорить о том, что это такое, но просто запомним термин. Все люди мужского пола подходящего возраста и подходящего материального ценза обязаны были приобретать вооружение в соответствии со своим имущественным цензом. Собственно, обладание оружием и отличало свободного человека от всех остальных страт общества. В первую очередь от разнообразных рабов. А участие в военных предприятиях – это еще и ко всему прочему маркер положения в обществе. То есть, в каком качестве ты участвуешь в военных предприятиях, как активно и насколько успешно. От этого напрямую зависит то, кем ты являешься в обществе. Потому что общество Средневековья, а особенно раннего Средневековья – это общество, организованное для войны. И война является, если не основным, то одним из важнейших внешних проявлений жизни такого общества. Ну а как могла участвовать Русь, будущая Русь, в Словении, находящейся на территории будущей Руси, в военных предприятиях? Только в виде пехоты. Если мы говорим о северо-востоке, будущей Руси – это территория, где лошадь в дикой природе, в принципе, не водится. Соответственно, невозможно выйти из дома и эту лошадь поймать с целью последующего одомашнивания. Невозможно создать некий задел этих диких лошадей в табунах, из которых потом можно вылавливать лошадей, просто потому что у нас их нет. Таким образом, лошадей, а особенно качественных, боевых лошадей, можно было только завозить, чтобы было запряжено с чрезвычайно большими расходами. Лошадь – это был в это время, я говорю про 8-9 века, время сложения будущей Руси. Это очень дорогой, исключительно дорогой инструмент сельскохозяйственного пользования. То есть, не боевая лошадь, куда более плохенькая, размером современного пони, но не то, что воевать. Это типа трактора в 1920-х годах. Очень дорогая, редкая вещь. Естественно, воевать на них нельзя. Чуть позже дружины стали выступать в поход на лошадях, продолжая воевать пешком. Но это вопрос более позднего времени. Словом, невзирая на то, что все плюсы конницы членам Словидни были прекрасно известны, что она может, все отлично знали, и как она действует, все прекрасно видели. Ну, просто потому, что большая часть, если не большая часть Словидни Северо-Востока, будущей Руси, платила дань Хазарскому Каганату, основой военной силы которого была именно конница. Так что, хотя с конницами мы были прекрасно знакомы, но создать аналог мы не могли. Казалось бы, всегда нужно создавать самый лучший, самый передовой аналог. Об этом говорит вся логика. Вообще, заимствование военной техники, военного искусства во все времена. Понятное дело, что заимствовать нужно у лучших. Но, повторюсь, при всем желании и явных выгодах мы физически не могли позволить себе создать собственную конницу. Всадник в кольчуге, в шлеме, с копьем, с мечом или с палашом, или с боевым топором, с луком – это был, безусловно, царь полей. Его принято сейчас сравнивать с танком. То есть, рыцарь – это танк. Нет, товарищи, это не танк. Это истребитель. То есть, нечто еще более сложное, еще более дорогое, требующее куда больше технологической базы за собой. Но это истребитель только в одном случае. Если его применяют массово. Нет никакого толка выставлять единственного конного героя. Нужны постоянные, регулярно собираемые, крупные конные формирования. Вот тогда, да, тогда это имеет смысл, это имеет огромный плюс. Ну, а Русь, будущая Русь, земля крайне бедная. И до складывания единого государства вокруг торгового перекрестка, пути из Варяг в Греки и сухопутного пути, условно назовем его, из Болгар в Немцы, из Булгар, Волжских Булгаров в Немцы. Это было достаточно бедной территорией, которая не могла позволить себе ничего похожего. Если мы посмотрим на, предположительно, с большой вероятностью, хазарский клад в венгерском местечке Нальцедмикло, что 8 век, вот мы увидим классическое изображение, которое, наверное, уже даже не классическое, а просто хрестоматийное изображение воина в полном доспехе раннего Средневековья на коне. Вот так выглядел тяжелый, тяжеловооруженный всадник в кольчуге, в островерхом шлеме, с шинными наручами и поножами, вооруженный копьем, который фактически представлял из себя для нас неотразимую угрозу из степи. Эта угроза была настолько значительной, настолько мощной, что все культурные явления, которые были связаны с ней, проникали до самого Запада Европы. То есть, даже элементарная традиция наборных рыцарских поясов, украшенных генеральдическими фигурами, ведь она происходит неоткуда-нибудь, она пришла к нам именно из степи. Я уже молчу о том, что из Великой степи мы почерпнули стремя, основу тяжеловооруженного всадника классического Средневековья. Повторюсь, мы, как некая транзитная зона, до определенного времени ничего похожего воспринять не могли по объективным экономическим причинам. Однако, воевать было надо, и выходом было формирование милиционных пеших ополчений. Причем изначально, мы это очень хорошо знаем по многочисленным византийским свидетельствам, изначально все эти самые ополчения играли характер легкой пехоты. То есть, люди, которые не носят вообще доспехов, или только редкие из них носят какие-то защитные приспособления, без развитых щитов, щиты описываются, но описываются как некие легкие конструкции из прутьев, и опять же, далеко не всегда и редко, которые вооружены метательным оружием, действуют в рассыпном строю, зачастую из засад, передвигаются по рекам на лодках-моноксилах в глубоких рейдовых операторах. Это классическая легкая пехота, которая базируется на некие труднодоступные места, болочистые, гористые, лесистые, из которых их трудно выковырять при помощи правильного, развернутого полевого боя. Но в качестве партизанской силы они великолепно себя зарекомендовывают. А в 8-9 веках из-за постоянного знакомства славян на территории будущей Руси со скандинавскими колонистами, которые проникают к нам из Швеции, позже из Дании, по морскому пути, возможно через Финляндию. Так вот, из-за регулярного знакомства со скандинавскими колонистами мы, славяне, почерпываем новшество. Новшество, я бы сказал, такого регионального значения. Мы почерпываем традицию тяжело вооруженного линейного пешего боя. Что нам принесла эта Русь в узком смысле, то есть славянские колонизаторы? Это тактика сплоченных пеших фаланг, которые вооружены в первую очередь очень большими, несколько менее метра, около 80, возможно 90 сантиметров, вооруженных большими круглыми щитами, длинными копьями. Вот это всё, то, что отрабатывалось древними германцами ещё со времён задолго до Тацета. Когда Тацет обратил внимание на германцев, они уже прекрасно умели пользоваться этой тактикой. Когда члены рода или члены племени по родственному, территориальному, соседскому признаку выстраивались в единую фалангу, в единый строй, в несколько рядов шеренг, прошу прощения, в глубину, прикрывались круглыми щитами, осенивались копьями и ожидали встречи с противником или сами шли в атаку. То есть, это тактика, которая была известна, видимо, с момента выделения германцев из общей есторфской археологической культуры 4-3 веков до н.э. К моменту раннего средневековья она была доведена до совершенства. Основой защитного снаряжения в данном строю был большой круглый щит с кулачным хватом. То есть, это некая такая круглая доска, пока я говорю условно, доска с пропилом посередине, куда помещалась вертикальная рукоятка, изнутри и снаружи её прикрывало стальной полукруглый или конический умбон, который прикрывал таким образом хват. Вот это было то, что являлось основой. Если был щит, человек был достаточно защищён для участия в фаланге. То есть, всё остальное защитное снаряжение, шлем, доспех тот или иной, это было очень желательно. Но оно не было необходимым. Наличие щита делало тебя воином. Ну, а что такое щит? В конце эпохи Венделя, в 8 веке в Скандинавии распространяется очень специфическая форма этого самого щита. Это очень дешёвый, крайне примитивный, плоский щит из одного слоя древесины. Полная противоположность сложному, в двух плоскостях выгнутому, выпуклому щиту, собственно, скандинавскому эпохи Венделя или континентальному, франкскому или византийскому щиту, которое представляло из себя довольно сложное инженерное сооружение из двух-трёх слоёв древесины, которые были переклеены крест-накрест, обтянуты кожей, требовали довольно сложного умбона. Скандинавский щит был совершенно другим. Этот щит представлял из себя плоскую конструкцию, набранную из нескольких деревянных планок переменной толщины. В центре где-то около 8, возможно, 9 мм и 5-6 мм на периферии. Всё остальное было то же самое. Пропил в центре, деревянная вертикальная рукоять, стальной умбон. Но наличие настолько простого деревянного основания позволяло сделать его буквально где угодно, как это говорится, своими силами на дому, то есть усилиями членов общины. Сложного там было только умбон. Умбон надо было покупать у профессионального кузнеца. Вся остальная металлическая фурнитура состояла из двух, трёх, возможно, пяти очень узких металлических скобок, которыми на кромке щита перехватывали стыки кожи. От четырёх до шести гвоздей, которыми приклёпывался умбон. И две металлические шпильки, которыми прихватывались кольца, потребные для подвеса транспортного ремня, при помощи которого щит носился за спиной. Да, ну и, конечно, пряжка. Собственно, на этом всё. Щит не стоил, наверное, почти ничего, кроме самой-самой-самой нужной металлической фурнитуры. Да, важно было обтянуть его с двух сторон, подчёркиваю обязательно, с двух сторон кожей. Или плотной тканью, желательно, конечно, кожей. Которая таким образом довольно тонкую деревянную структуру удерживала вместе, сообщая ей достаточную упругость. Вот мы можем посмотреть щит из Гокстада, сейчас я его покажу. Щит из Гокстада, щит из Вестфольда. И реконструкцию данного щита, буквально со всех сторон, выполненную замечательным художником Олегом Фёдоровым. Это художественно-живописная реконструкция, которая, пожалуй, выбрала в себя весь опыт практического изготовления такого рода предметов реконструкторами как в Европе, так и в России лет, наверное, за 40. Я имею в виду реконструкторов и реконструкторов-практиков, и реконструкторов, которые работают в музеях. Основой наступательного вооружения при этом было копьё. Копьё – это основное средство дистанционной доставки поражающего элемента в тесном бою, т.е. в отличие от Лука, который работает на сверхдальних дистанциях. И при коллективном использовании копьё было страшным оружием, по-настоящему абсолютным оружием всего Средневековья. Вообще почему? Потому что оно было, во-первых, длинным и позволяло поражать противника, не сближаясь с ним до опасного предела, а во-вторых, очень дешёвым. Согласно данным Репуарской правды, это одно из варварских законодательств королевства франков, щит и копьё имели характер комплементарной пары. Их даже продавали обычно в вести, на них в Репуарской правде указан единый ценник, который составлял в VIII веке один солид. Для сравнения, меч в ножнах и с перевязью стоил семь солидов. То есть, в семь раз дороже, чем копьё и щит вместе взятые. Вспомогательным оружием основной массы общинного ополчения выступал топор. Не меч никак, а топор. Меч появлялся реже, это был атрибут аристократического профессионального воина, который составляли меньшинство в Словениях и ранних русских общинах. Да и, собственно, скандинавских общинах, несмотря на то, что мечей там найдено очень много, мы не можем даже предположить, что это было поголовное явление. Кольчуга, шлем. Вместо кольчуги, возможно, иной металлический доспех, ламилярный, например, или чешуйчатый. И всё это, желательно, повторюсь, но крайне необязательный элемент. Просто потому, что он довольно дорогой и далеко не всем по карману. А вооружать и выставлять в поле нужно максимальное количество людей, понятное дело. Потому что Бог любит большие батальоны. Ну и воинский коллектив, действующий как единое целое и прикрытый щитами, а щитинившийся копьями, это нечто, что решало все поставленные тактические задачи в регионе. По крайней мере, в своё время. Вот если мы посмотрим на экипаж скандинавского дракара того времени, то есть это 30-60 человек, ну где-то в среднем 50. Это вот такая вот молекула подобного боевого ополчения. То есть это то, что являлось основной нишей тактической единицы, которая могла самостоятельно действовать как при сборе дани, так и на поле боя, так при обороне или, наоборот, штурме города или, например, в походе. И что характерно, это число, которое возможно, судя по всему, и являлось предельным для низовой славяно-русской общины в раннем средневековье. То есть где-то примерно 50 человек. Ориентировочная цена каждого бойца в этом условном взводе во франкских ценах примерно равнялась 3-4 солидам, учитывая щит и копьё, и всё сопутствующее вооружение и снаряжение. Кстати говоря, это очень неплохо, 3-4 солида, скорее всего, оно было ещё и меньше. Но возьмём пока такую сумму. Несмотря на то, что один солид – это копьё и щит, щит франкский более сложный, выпуклый. Скорее всего, для славянина, руса, скандинава щит стоил гораздо дешевле. Но пока возьмём так. Много это или мало? В сравнимых ценах одна корова стоила один солид у тех же франков. Понятно, что эта цена крайне усреднённая, но поможет нам выставить некие рамочные ограничения, некие опорные данные. Таким образом, чтобы вооружить 50 пехотинцев, нужно было потратить 150-200 солидов, то есть эквивалент 150-200 коров. Это очень много. Это здоровенное стадо, которое, наверное, могло кормить, которое вообще было доступно целой верве, то есть нескольких деревень, которые располагались рядом друг с другом. Но давайте сравним то же самое со снаряжением 50 всадников, который стоил 35 солидов, и это 1750 солидов. То есть мы понимаем, что 1750 коров – это стадо, которое было абсолютно неподъёмно для всех общин, которые имели место на территории будущей Руси вообще до складывания единого государства. По крайней мере, до начала складывания единого государства. То есть таким образом даже 30-50 всадников – это была абсолютно неподъёмная нагрузка. Вот так складывается первичная организация русского ополчения, которая господствовала на данной территории с 8 по 10 век. И именно это ополчение обеспечило экспансию северного субстрата на нашей территории и на юг, и на восток. Как я уже сказал, основа её выступала, сейчас уже практически, без сомнения, мы это можем утверждать, ополчение, которое опиралось в первую очередь на скандинавских колонизаторов. Собственно, Руси в узком смысле слова. Которые вовлекали в себя, разумеется, и наиболее активный контингент из соседей славян. В первый период, вот когда мы говорим о прибытии скандинавов на территорию будущей Руси в 9 веке, видимо, было характерно почти поголовное вовлечение свободных общинников в дело ополчения. Военные предприятия в это время на Северо-Востоке, насилие, если вообще об этом можно говорить, как о военных предприятиях в полном смысле слова. Так вот, насилие они или локальный, или крайне ограниченный характер, который так или иначе затрагивал всё местное население, вовлечённое в тот или иной конфликт. А значит, локальный конфликт, во-первых, обеспечивал полную мотивацию всех возможных участников. То есть, не нужно было никому объяснять, почему тебя собираются призывать в ополчение. Ты был в этом сам кровно заинтересован. Кроме того, локальный характер позволял доставить до места возможного боя достаточно высокий процент общинников, которым не требовалось отрываться надолго от сельскохозяйственного цикла при долгом, скажем, годичном или полугодичном походе в чужие земли. Не требовало совершения затяжных манёвров и не требовало слишком большого запаса продовольствия и фуража. В первый период внутри общины складывается профессиональный аристократический субстрат, который выступает вообще отрицанием всеобщего воинского ополчения, собственно говоря, могильщиком будущим всеобщего воинского ополчения. Но это пока лишь в это время субстрат внутри ополчения. Это были всё те же самые мобильные отряды скандинавов. Если мы посмотрим на первые договоры, которые зафиксировала для нас повесть временных лет, а именно договор князя Олега, Хельги и Византии, мы увидим, что мы от рода русского, и дальше следует перечисление Карла, Ингигельда, Фарлова, Руала, Гуды, то есть, короче говоря, людей, которые почти все имеют скандинавские имена. Там всего лишь два имени можно трактовать как славянские. То есть, для нас славян – это крайне нелицеприятный, казалось бы, момент, но не нужно трактовать историю с позицией плохо понимаемого национализма. Это просто глупо. Оно было так и никак по-другому. Да, разумеется, если мы посмотрим на 13 имён скандинавских викингов и два имени славян, мы понимаем, что славяне там тоже уже были в этом субстрате. Почему, собственно, викинги? Во-первых, это были самые опытные воины в регионе. Во-вторых, это были люди с готовым вооружением, их не нужно было специально вооружать. И именно эти люди осуществляли международную торговлю на колоссальном участке – от Балтики до Каспийского моря, иногда вторгаясь в Юго-Западную Европу, в Испанию, в Италию и даже в Северную Африку. То есть, это люди, которые не занимались на постоянной основе сельским хозяйством и ремеслом. То есть, они могли полностью посвятить себя активной торговле, активной экспансии, которая напрямую была связана с военным делом и при этом могла предоставить достаточный дополнительный продукт для обмена на качественное массовое вооружение и снаряжение. Вот при этом на первом этапе, повторюсь, это субстрат. То есть, они крайне малочисленны и не могут играть решающей самостоятельной политической роли. Впрочем, это не могут. Оно всегда имеет очень ограниченный временной ресурс. Потому что в год 6367, это 859 год от Рождества Христова, варяги из-за моря взимали дань с чуди и со славян, и с мерей, и со всех кривичей, а хазары брали по серебряной монете и по белке от дыма. То есть, мы видим в повести временных лет запись о том, что варяги из-за моря, то есть, скандинавы, уже начали взимать дань со славян. Когда мы говорим о 859 год, сразу нужно оговориться, эта дата абсолютно условная. Судя по всему, мы просто можем говорить о середине, первой половине 9 века, когда этот аристократический субстрат, этот будущий аристократический субстрат прекращает в узколокальных каких-то моментах мирно-сожительствовать с местными славянами и начинает взимать с них дань. То есть, они начинают заниматься уже внутренней экспансией. Не внешней торговой экспансией в первую очередь, а внутренней экспансией, пытаясь создать нечто наподобие будущего государства. Причём, что характерно, в 862 году, или в 6370-м от сотворения мира, славяне, обложенные данью, этих самых скандинавов, ставят на лыжи, то есть, выгоняют. Изгнали варя к заворе и не дали им дань, и начали сами собой владеть. То есть, подобный шаг предполагает наличие и выделение относительно крупных воинских контингентов, которые через 200 лет в глазах летописца способны было выступить аналогом хазар. Мы видим, как варягов напрямую соотносят с хазарами, которые уже брали дань в данной территории лет 100. Ну а способность дать отпор отрядам профессиональных воинов, как минимум, предполагала наличие уже первичной организации внутри местных словений, которые смогли не дать дань, и более того, выгнать этих самых варягов. Пока мы не знаем, как, но то, что выгнали, это, скорее всего, факт. При этом говорить о складывании собственной военной аристократии у славян в это время не приходится просто потому, что мы не знаем её следов в археологии. Они должны быть, эти следы, обязательно в виде аристократических захоронений и при раскопках городищ, аристократических жилищ, теремов, наполненных оружием и драгоценными какими-то предметами, драгоценной утварью. Этого всего нету в принципе в это время, если мы говорим о восьмом, первой половине, середине девятого века. Но при этом милиционное ополчение словений в этот момент уже было вполне способно решать сиюминутные узколокальные задачи. Тут, правда, они были именно что сиюминутные, потому что что было дальше, мы помним. Дальше было, что не стало в них правды, и встал род народ, и была у них особица злая, и стали воевать сами с собой, сказали себе, поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву, и пошли за море, все туда же, к варягам, к Руси. Сказали Чудь, Русь, Славяне, Кривичи и весь, земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет, приходите княжить и владеть нами. И избрались трое братьев со своими родами, взяли с собой всю Русь и пришли к славянам, три старших, три брата, Рюрик, Синиус и Трубр, и от этих братьев стала прозваться Русская земля. Вот вам, пожалуйста, страница из Лаврентьевской летописи 1377 года с тем отрывком, который я вам сейчас в переводе процитировал. То, что летописец в 12 веке, ну это 200-250 лет, после описываемых событий выделил главное, а именно то, что пришел старший Рюрик, а другой Синиус сел на Белоозере, а третий Трубр в Изборске. Это очень важное замечание. Летописец через 200, возможно, 250 лет выделяет образование властей, то есть княжений. Потому что слово княжество тогда вообще не существовало, а вот волость от слова «власть» это слово происходит. Волость – это власть. Это говорит о начале сложения протогосударственных или, возможно, уже ранних государственных образований со всеми положенными атрибутами. А главным атрибутом государства является войско, военная сила. Оно включало в себя в это время всеобщее ополчение первого периода, но при этом не могло не выделить особую роль и значение профессиональных контингентов. Почему? Ну потому что контроль за огромной территорией, а у нас территория маленькой быть просто не могла, в силу скудости ее, поэтому очень высоко было значение экстенсивного расширения. От Кривического-Смоленска, Гнездово, Мерзкого-Ростова, тогда Сарского городища, до Словенского-Новгорода, то есть Рюрикового городища, Новгорода, тогда еще не существовало, Полоцка и Интернациональной Ладоги – все это требовало наличия постоянных формирований, которые бы как минимум могли быстро выдвигаться в угрожаемые участки и ходить в полюдье, то есть собирать налоги. При этом большая территория, она была в самом деле большая, это одно из самых, если не самое большое государство, страна средневековой Европы. И регулярно собираемые налоги позволили осуществить первичную концентрацию прибавочного продукта, который вообще и обеспечил постоянно увеличивающиеся профессиональные воинские отряды. Эти воинские отряды все еще действовали пешими. Это второй период, о котором мы говорим, специально выделяю как отдельный период формирования русского войска, русской военной силы. Это типично скандинавское войско, которое перемещается конным и сражается пешим. Или перемещается на кораблях, ладьях, лодках и опять же сражается пешим. Но X век уже к середине, тем более ко второй половине, дает массовый археологический материал в воинских захоронениях, в находках на территории городищ, в археологических слоях совершенно определенного характера. Мы видим, что начинается уже не колонизация, а нарастающая экспансия. То есть, мы видим не просто поселение каких-то воинов, ремесленников, купцов в одном лице, которые расселяются на определенных анклавных территориях, формируют таким образом что-то вроде факторий, торгово-ремеслено-военных. Мы видим настоящую экспансию. То есть, идет расширение на юг, на натиск на восток. И процент воинских контингентов не падает. Например, в материалах Шестовицкого могильника под Черниговым 19% захоронений из исследованных имеют предметы вооружения – это огромная часть. То есть, роль и размеры профессиональных отрядов растут чрезвычайно. Вот если мы вспомним в VIII веке, что мы имеем, а мы не имеем находок оружия на территории Руси почти вообще. У нас есть один обрывок кольчуги, который найден под Новгородом в Новгородской области. Есть несколько десятков вообще на всю Русь стрел, несколько обломков копий. Все. И вот тут мы смотрим Шестовицы. Сейчас я говорю только о них. В качестве примера 19% захоронений с воинским снаряжением. Это огромный прорыв, огромное массивное движение даже не воинской силы, а всего общества, которое может обеспечить подобного рода военные формирования. И что характерно, все это снаряжение, как правило, и чаще всего, имеет на себе очень ярко выраженный маркер профессиональности, а зачастую и напрямую аристократичности. То есть, оно дорогое. И это очень говорящий материал. Потому что, например, знаменитое захоронение в Кургане «Черная могила» содержит два меча. Саблю, кольчугу, шлем пиршественный, вот такой здоровенный рог быка Туров в серебряной оправе с чеканкой. Ну и что характерно, статуэтку скандинавского бога Одина. Такое количество оружия само по себе. Это невероятная драгоценность. Настоящий клад. А ведь оно все еще, ко всему прочему, было роскошно украшено, потому что там нету простецких предметов вооружения. Шлем в позолоте, сложно орнаментированные детали эфесов, оружие. Вот все это однозначно указывает ровно на дно. На нарастающее и уже вполне выраженное классовое расслоение в обществе, где таким образом формируется уже готовая воинская аристократическая среда, более-менее состоятельная, а возможно и очень состоятельная. И те, кто их обслуживает. Да податное тягловое население, которое все еще в это время обязано воевать, но уже не может составлять конкуренции на рождающейся воинской аристократии. Хотя все еще это примерно одни и те же люди. Они похожи друг на друга. Да, выходит этот богатырь из черной могилы, там два их лежат мужика, отец и сын, судя по всему, в кольчуге, в шлеме, со щитом, с шикарно украшенным мечом. Но вот рядом стоит дяденька, у которого нет ничего, кроме щита, меховой шапки и копья. И они могут на равных стоять в одном пешем строю. Это нормально. Но, учитывая, что подобное захоронение, как в черной могиле, далеко не единичное. Тут можно вспомнить и курган в гульбище, и многочисленные захоронения в гнездовском могильнике. Нужно понимать, что эта ситуация более-менее воинского равенства на поле боя заканчивается. Это последние отголоски его. Вот, кстати говоря, великолепная реконструкция материалов черной могилы того же самого Олега Федорова. Олег это, наверное, сейчас один из ведущих, если не ведущий в России, живописец и реконструктор, который занимается временем раннего средневековья, в том числе и позднего средневековья, и раннего нового времени. Так вот, когда эта экспансия происходила? Эта экспансия началась при Олеге, при Хельге, том самом, который наследовал легендарному Рюрику. И продолжилась экспансия при сыне Рюрика Ингваре, Игоре и Ольге, Хельге. Хельга учредила очень важную вещь, по крайней мере, если верить в повести временных лет, и это в самом деле случилось при ней, очень важную вещь. А именно, систему погостов, сёл, где собиралась установленная дань, то есть дань установленного размера, и собиралась с заданной регулярностью. То есть, правитель теперь мог точно рассчитать, сколько он получит продукта, и когда именно он получит продукт, что было колоссально важно для формирования, в том числе, воинских контингентов и снаряжения походов. И вот усилия князей от Олега до Святослава Игоревича были направлены на установление контроля над всей протяжённостью пути из Варяг в Греки. Дело в том, что, как мы знаем, при Олеге случился ожидаемый конфликт с Хазарским Каганатом. Для Европы в целом был закрыт Волжский путь, потому что Олег стал брать дань со славян в местах, которые являлись изначально и много-много-много десятилетий подряд регионам экономических интересов Хазарского Каганата, и Олег вторгается туда, после чего Волгу для нас Хазар закрывают. Параллельный путь по Днепру становится жизненно важным, и контролировать его нужно было по всей длине от вхождения туда, через Ладогу, через Ладожское озеро, через Волхов с Балтики, до вхождения самого Днепра в Чёрное море. И вот этот контроль пытались осуществить воинскими контингентами второго типа. Первостепенную роль играют, как я уже сказал, профессиональные отряды. Содержат их большие люди, или вятшие люди, лучшие люди, князья и бояре, задержат их на постоянной семейной основе, которая очень хорошо описана ещё в Германии, упоминавшегося нами Тацета. Русский язык сохранил замечательный, очень говорящий термин – дружина, который полностью описывает характер подобных коллективов. То есть, это нечто, что дружит внутри себя. Это фактически такая большая воинская семья. Это нечто, что в снятом виде существует в любом нормальном воинском коллективе до сих пор. Особенность этих ранних дружин, возможно, можно считать весьма серьёзное снаряжение, которое вряд ли сильно уступало франкскому, условно рыцарскому, византийскому или хазарскому. Конечно, с условием того, что это была всё-таки пехота, а не всадники, соответственно, они не могли носить столь тяжёлого вооружения, как всадники. В постоянный обиход входят кольчуги, восточные ламеллярные доспехи, позаимствованные непосредственно у хазар, зачастую восточные шлемы, сфероконические, островерхие, вот как шлемы из Чёрной могилы или из Гульбища, например, их сейчас очень много найдено на нашей территории. Вот недавно буквально нашли в реке Березине, около Бобруйска в Белоруссии, на территории Полоцкого княжества, первая находка такого рода. При этом имеются и западноевропейские шлемы, совершенно характерно, франкские, они есть или франкского облика, они попадали к нам эти шлемы франкского облика через Великую Моравию, через Польшу, и они представлены, например, находкой в Гнёздовском могильнике. Купить подобное снаряжение простой рядовой воин за редким исключением не мог, просто потому, что у него не было хозяйства, которое могло обеспечить ему подобную покупку, он получал и шлем, и кольчугу, и щит, и меч от своего господина, и единственной возможностью обрести собственное оружие – это был военный захват. В военном предприятии, которое устроит всё тот же господин, ну или какая-то очень удачная торговая операция, которую опять же мог устроить только вятший человек, то есть князь или боярин, а скорее всего княжеско-боярская группировка, к середине X века широкое заимствование наиболее передовой военной техники в регионе, как бы мы сказали диалектически, привело к переходу количества в качество, т.е. исходный скандинавский облик дружин кардинально меняется. Т.е. во-первых, в них появляется, как я уже сказал, некий хазарский или византийский, т.е. восточный и южный элемент. При этом теперь он появляется массированно, он начинает преобладать. Причём вместе с островерхими шлемами наши воины заимствовали и распашные кафтаны с разговорами, которые пришли к нам с Кавказа, и венгерские сумки-ташки, крытые чеканным серебром с позолотой, наборные героические пояса и, что важно, развитое снаряжение коней и всадников, которые мы подчеркнули там же, в Великой степи. И первые попытки применить воинов в конном строю мы знаем – это византийский поход Святослава Игоревича, это сражение под Адрианополем и Доростолом, которые закончились полной неудачей, в конце концов, сражаться мы должны были пешком, проиграли эту кампанию, и сам Святослав в итоге погиб. Но попытка была предпринята. И вот второй период можно описать в терминах формирования более широкого круга военных профессионалов – княжеских и боярских дружин, которые играют всё, в чём, конечно, в первую очередь, княжеских, потому что отдельный от князя боярин в это время почти нонсенс. И вот эти дружины играют всё большую роль. При этом традиционное пешее ополчение никуда не одевается в это время ещё и остаётся важным и наиболее многочисленным компонентом этой «условной армии», то есть войска. Тем не менее, дружины – это самый мобильный, самый боеспособный, самый хорошо снаряжённый костяк вооружённых сил. И второй период, как мы знаем, продолжался с IX по начало XI века. Третий период ознаменовался возросшей угрозой степных набегов, если с хазарами при помощи развитой, хорошей пехоты и союзных наёмных печенегов мы смогли отразить и в конце концов даже уничтожить, совокупными, конечно, усилиями с соседями другой страны, потому что хазарский каганат в силу культурного и экономического кризиса испытывал серьёзнейшие проблемы и без нашей помощи доживал в последние дни. Так вот, с исчезновением хазарского каганата из степи исчез порядок, больше некому было держать в кулаке всех местных кочевников. И Русь стала объектом набегов сначала печенегов, торков и венгров, и потом в X веке их сменили половцы. Половцы – это была страшная угроза на какой-то момент. Огромные средства, которые получала Русь с великого торгового пути и с эксплуатации местного населения, правители вынуждены были тратить на защиту границ от великой степи. Кроме того, регулярное противостояние с западными соседями, с теми же поляками, а у нас с поляками уже в X веке, несмотря на то, что мы в это время представляли себя один и тот же по крови народ, у нас всё было очень плохо, воевали бы много и с увлечением. Так вот, для всего этого требовался асимметричный ответ. И асимметричным ответом могло стать только создание конницы. Она не являлась гарантом успешных действий, т.е. мы знаем, как Ярославичи в 1061 году и в 1065 году проиграли половцам, например, на реке Альте, но это была единственная гарантия вообще того, что хоть сколько-нибудь успешно можно будет действовать в большом государстве и на международной арене. Т.е. нет конницы, этих действий не будет вообще за отсутствием инструмента. Конница, понятно почему, конница мобильна, действует быстрее. Элементарно конница может противостоять половецким всадникам, потому что пехота им противостоять не может. Это не римские легионы, воевавшие против Парфян более-менее удачно, да и то им требовалась конница в качестве подкрепления. И западноевропейским будущим, скажем так, рыцарям тоже пехота в это время противостоять нормально не сможет. Мы видели, как тяжёлая конница более-менее успешно выступала против лучшей скандинавского типа фаланги, которого возглавлял Стаслав Игоревич. Византийцы нас смогли разбить, поэтому нужна была конница. Конница мобильна, конница может нанести сокрушительный таранный удар. При этом всадник, профессионал, не привязан к земле, он может перемещаться куда угодно, и в дальний завоевательный поход, и для отражения агрессии. Он никак не связан с необходимостью постоянной обработки собственного сельскохозяйственного надела. С конным боем русы были уже хорошо знакомы к концу X века. К началу XI века конный бой превратился в главный способ боя для княжеских дружин. Этот процесс был очень быстрым, это был по-настоящему революционный процесс, не дольше жизни одного поколения. То есть, если некий гипотетический хак кон, бившийся пешком в войске Святослава Игоревича и видевший лошадь только в качестве удобного средства передвижения, если бы он дотянул до тысячи десятых, тысячи двадцатых годов, он бы увидел, как его сын, уже гипотетически не какой-нибудь Торвальд, а Мстислав, вот он вместе со славянским именем уже воспринял абсолютно конную традицию боя, и отныне воин, которого звали апостол русский Вой, мог считаться воем только тогда, когда он обладал конем, снаряжением для конного боя и развитой техникой конного боя. Этот важный рубеж большинство русского войска преодолеть физически не смогло, т.е. уровень вхождения в него был слишком высок, а скудность материального базиса была постоянным проклятием северо-востока данного региона, костяка Древней Руси, т.е. то, с чем мы боролись до тридцатых годов двадцатого столетия. Т.е. посадить на боевых коней традиционное ополчение было невозможно по чисто экономическим соображениям. Люди способны приобрести боевого коня, который стоил внимание в 3-5 раз дороже, чем обычная рабочая лошадь, при этом седло со стременами, шпоры, тяжелый доспех. Вот такой человек одномоментно, в одну секунду превращался в недосягаемую для 90% населения воинскую, а затем и внутриполитическую элиту. Повторюсь, это произошло вот так вот, по щелчку пальца в течение жизни одного поколения. Только что я описывал этого богатыря из Чёрной могилы. Да, конечно, это или очень знатный боярин, или князь. Т.е. это не ровня простому смерду, т.е. свободному общиннику. Но, повторюсь, в строю, когда погибнет боярин этого самого князя из Чёрной могилы, вот в строю рядом с ним спокойно совершенно мог встать простой мужик со щитом и с копьём. Теперь ничего подобного даже быть не могло, потому что простой мужик никогда не смог бы встать рядом с боярином или с князем в конном строю, потому что у него не было этой лошади. Этот мужик мог оказаться на лошади в хорошем доспехе, только если князь или боярин укажет на него пальцем и выберет его в собственную, на постоянной основе содержащуюся дружину. И это отражается сразу и в археологии, и в законодательстве. Если правда Ярослава, русская правда, дарована новгородцам в 1016 году, разделяет штраф за убийство так. Аж убиет муж мужа, то мстите брату брата, либо отцу или сыну, либо брату чада, либо братовию сынови. Аще будет, кто его мстят, то положат за голову 80 гривен. Аще будет княж муж или тюна княжа. Аще будет русин или гридь, либо купец, либо тюн боярский, либо мечник, либо изгой, либо славянин 40 гривен положить за ней. То есть, мы видим, за дружинника, то есть гридень – это дружинник, это один из терминов, который обозначает княжа мужа, то есть человека князя. Тюн – это сборщик налогов. За него штраф 80 гривен. Гривен – это около 200 грамм серебра. За простого, свободного человека 40 гривен в два раза меньше. Это сразу нам говорит о серьёзнейшем материальном расслоении. А вот уже пространная редакция «Русской правды», так называемой «Правды Ярославичей», которая была создана где-то около начала XII века, имеет важное дополнение. За ремественника, ремественника или ремественницу, то 12 гривен, то есть штраф за ремественника – 12 гривен, а за смерди и за холопи – 5 гривен, а за рабу – 6 гривен. То есть, мы видим, что за ремественника, за горожанина – вот буквально спустя очень небольшой промежуток времени, уже положен штраф в 12 гривен, в отличие от 80 гривен за дружинника, за холопа – 5 гривен, а за смерда тоже 5 гривен, то есть, смерть свободный крестьянин был уравнен в правах с рабом, просто потому что их жизнь оценивалась одинаково. Что характерно, за баб просили на 1 гривну больше – 6 гривен. То есть, жизнь раба, жизнь крестьянина стоила в 16 раз дешевле жизни княжа-мужа – очень яркий, по-моему, показатель. И археология однозначно говорит о дифференциации даже городского населения, потому что если ремесленный и сельскохозяйственный инструмент присутствуют в жилище, в археологических слоях, там, скорее всего, не будет даже следа вооружения, и если есть вооружение и воинское снаряжение, там, скорее всего, не будет даже следа сельхоз или ремесленного инструмента. Только один, может быть, момент исключения, когда мы находим ремесленную мастерскую, которая занимается изготовлением или починкой вооружений. Вот тогда да, всё вместе будет – и инструмент, и оружие. То есть, основная масса населения, крестьянство, составлявшее 95% населения, было выключено из круга военнообязанных в силу того, что оно просто не могло позволить себе за свой счёт приобретать профессиональное вооружение и не могло воевать конным, что самое главное. А снаряжать такую массу войск за свой счёт не мог уже ни князь, ни боярин, потому что, какими бы они ни были богатыми, столько денег у них не было. Да это и было не нужно, потому что спрашивается, какая польза будет от крестьянина, который в жизни не учился воевать. При помощи развитого профессионального снаряжения в бою никакой, поэтому зачем им вооружение. Кроме того, научившийся воевать крестьянин – это прямая угроза власти князя и боярина. Так вот, людины, так называли, ну просто людей, свободных, словени, варяги – это в основном городское население, вот именно городское население, они могли участвовать и почти наверняка участвовали в комплектовании войск. Однако службу они несли на двух возможных основаниях. Или одного воина в складчину снаряжали несколько горожан, или они оказывались в корпорации боярина, городского боярина. Последние, кстати, становятся подлинными хозяевами городов, составляя целые территориальные кланы, что мы отлично видим на материалах Новгорода Великого. Берестяные грамоты, печати показывают, что целые городские кварталы занимались несколькими крупными усадьбами, которые принадлежали одной боярской большой семье, которой тяготели несколько десятков более мелких усадеб. Вот, видимо, в крупных городах складывается система, аналогичная римской клиентели. Бояре концентрировали в своих руках основную торговлю, ремесленные промыслы и, что важно, кредитные финансовые потоки. И каждая крупная усадьба содержит приметы ремесленного промысла или торговли. То есть обязанные боярин и людины формировали его группу поддержки. И в маленьких усадьбах, которые располагают на территории этих огромных боярских кварталах, ведется ремесло, ведется торговля. Там же ведется, что важно, расставщическая меновая деятельность. Эти обязанные боярин и людины формировали его группу поддержки и на Вече, и на войне, что, впрочем, было напрямую связано. Кроме того, существовали мелкие, очень небольшие, иногда до полугектара городища. То есть укрепленные поселения – нечто вроде загородных боярских усадеб, аналога средневекового рыцарского замка в Западной Европе, где вообще всё принадлежало одного хозяину и всё работало на снаряжении одного хозяина и непосредственно его семьи, возможно, одного-двух-трёх сыновей, двух-трёх боевых слуг, которые с ним выезжали на войну. С XII века наступает размежевание городского боярства и князей. Князь, по сути, это был точный аналог боярина, но только гораздо более могущественный, ну, в нормальном случае понятно, что были, наверное, и очень могущественные бояри и совсем обнищавшие князья, например, князья-изгоя. Возможно, какая-то малая часть боярства продолжала состоять при князьях, но основная часть бывшей старшей дружины, а боярин – это именно старшая дружина, опора князя когда-то, она превращается в самознательных феодалов, которые владеют землёй и промыслами, ремесленными ли, торговыми ли, на корпоративной основе, т.е. на семейственной корпоративной или территориально-корпоративной основе. А службу войске и политическую нагрузку – они несли точно так же боярскими служилыми корпорациями, т.е. не один боярин выезжал на войну вместе со своей семьёй, а боярская служилая корпорация, таким образом превращаясь не просто в феодалов, а в коллективных феодалов, что, кстати говоря, судя по всему, происходило чуть раньше и в это же время в Западной Европе в этом отношении мы почти не отличались при всей разнице внешних форм. В определённых городах боярские корпорации были слабы и зависимы от князя. Но чем мощнее был город, тем мощнее неизбежно совершенно оказывалась и боярская корпорация. Хрестоматийный пример – это, конечно, Великий Новгород и Псков, где вообще сложилась олигархическая боярская республика. И, конечно, Киев. Киевские бояре наблюдали за княжеской чехардой с совершенным спокойствием, сами никуда из города не деваясь, оставаясь богатейшими людьми своего региона. И вот именно тогда же происходит противопоставление ополчения, то есть полка. Полка, который выставляет город, городового полка. И со своей территории, конечно, стянувших к городу пригородов. И княжеской дружины. Термин «дружина» в это время вообще уходит, он перестаёт быть как таковой в письменных источниках. И сменяется устойчивым обозначением «княжий двор». Никакая уже не дружина, это именно «княжий двор», чтобы все понимали, от кого конкретно эти воины зависят и кто их выставляет. То есть мы видим, как за XII век на место древнему семейственному принципу приходит корпоративная система формирования воинской силы. Формирование двора. Причём на раннем этапе дружина подразделялась на старшую дружину бояр. Я говорю о раннем этапе первом и втором этапе нашей периодизации, которую мы выставили в начале нашей беседы. Так вот, на раннем этапе дружина подразделялась на старшую дружину бояр и младшую гридни детских и отроков, что совершенно отражает семейственный характер. А вот третий период, о котором мы сейчас начинаем говорить, ознаменовался иной стратификацией. Во главе двора, понятное дело, стоял князь или его ближайшие наследники. Подчинённое положение занимали слуги вольные или просто слуги или дворяне. Этот термин появляется во второй половине XII века. То есть дворяне – люди, живущие при дворе. Очень говорящий термин. И последний термин, вот мы видим, как он появляется в правлении князя Андрея Юрьевича Боголюбского, который умер, точнее был убит в 1174 году. Но, конечно, несмотря на полное сходство с позднейшим понятием, эти дворяне не являлись самостоятельными феодалами, каковыми они стали в конце XV-XVI веке. Это были члены замкнутой княжеской корпорации, люди, жившие милостью князя. Этот феномен раннего дворянства отлично раскрывается при анализе сопутствующего термина «милостник», который имеет место в русских письменных источниках и зачастую применяется как к княжьим слугам. Явление этой «милости» упоминает пространная редакция «Русской правды», а «милостники» регулярно встречаются в летописных памятниках. Дешифровка термина явно сочетается с пожалованиями «милостного оружия», «милостных коней» и появление вообще целого слоя «милостников». Милостницы Андрея Боголюбского, вот именно они убивают своего князя в 1174 году. С милостником Качкарём советуется о походе князь Святослав Всеволодович в 1180 году, совершенно не сообщая об этом мужам своим лепшим, то есть бояру, боярам, что чётко по сообщению летописи удаляет милостника из рядов именно аристократии. Бояре отдельно, милостник отдельно. И это небывалый случай для летописца, что старшая, бывшая старшая дружина, лучшие люди, бояре, не поставленные в известность о походе, а князь в это время общается по этому поводу со своим доверенным слугой. С милостниками связана та статья про страны русской правды о невозможности порабощать дачу и предаток людей, получивших милость, пожалование. То есть, мы понимаем, если вам князь дал в пожаловании меч, это не может считаться дачей суммы денег в долг, за что вас можно поработить. Это чётко обозначенная юридическая категория милости, т.е. ты человек-князя, но он не может тебя порабощать. Всё-таки ты находишься на совершенно иной ступени, чем, например, придворный челядин, раб или, не дай бог, халоб. Таким образом, милостники – это точный аналог западноевропейских рыцарей-министриалов, которые пополняли феодальные дворы зачастую из числа сервов, рабов, а потом поднимались на невероятную высоту. Впоследствии, ко второй половине XIV-XV веку, дворяне-милостники получают совсем иную милость, а именно уже дачу не материальных средств, а дачу земельных поместьев в условное держание, сформировав таким образом низовой слой служилого феодального сословия в полном смысле слова. Это более позднее дело. И, кстати говоря, к ним примыкают бывшие боярские слуги, которые называются еще одним говорящим термином «дети боярские». К эпохе феодальной раздробленности вся описанная система обеспечивалась очень разветвленной системой налогов. Интереснейший источник по этому – уставная грамота Смоленской епископии князя Ростислава Мстиславича 1136 года. Она рассказывает нам о перечне повинностей, которые унесли земли волости. То есть это дань, полюдье, форма натуральной дани, виры и продажи, юридические штрафы, погородье, налог на городских жителей. Ну а пунктами сбора податей по-прежнему выступали города и население погосты. Когда я говорю о городах, погостах, примитившим к XII веку нужно вспомнить об очень интересном явлении, а именно вот это удельный период, то есть это уже распад единого государства Киевской Руси, начало удельного периода. И в это время княжества подразделяются на очень говорящие страты, а именно на волости. То есть если раньше волостью было само княжество, то теперь волость – это сельский округ. В центре располагается уезд, княжий город с пригородами. Уезд состоит из путей и станов. Причём станы – это княжеский домен с населением и администрации с чиновничеством, которые обеспечивают, собственно, двор и все его потребности, в том числе военные. А вот пути – это остальные территории, которые передавались боярам и слугам вольным, то есть опять же бывшим дружинникам, в кормление, то есть управление и сбор податей составлением частных излишков в личное пользование, которое называлось словом «корм», то есть с этого кормились. Понятно, князю потребно 100 рублей налогов, вы собираете 100 рублей и ещё 20, вот эти 20 рублей уже могут оставаться в полное ваше распоряжение. Подобная система организации оставалась неизменной вплоть до 14 века, когда её стала сменять другая, собственно, развита феодальная. Но феномен кормления и кормленщиков он никуда не девался, вплоть до середины 16 века с ними вынужден был бороться Иван Грозный, а до сих пор эта традиция сохраняется, побороть её не смогли ни правители, ни века. У нас любой чиновник, который садится на какую-то территорию, почему-то думает, что всё, что тут собирается сверх необходимого – это его. Такая вот оказалась живучая традиция. Так вот, город выставлял полк. Ополчение, ну понятно, ополчение – то, что способно встать в полк – это особый феномен. В классическом средневековье характер всего корпуса источников, о которых мы говорим, почти однозначно указывает на него как на тяжелоконное соединение – точный аналог княжеской дружины княжеского двора. Отличие лишь в точке сбора и системе комплектации. То есть, основа полка – это городовые бояре, бояре, служащие в городской феодальной корпорации, традиционно наиболее боеспособная часть конницы, вместе со своими отрядами, которые они выставляли со своих поместьй угодий. Кстати, очень хороший аналог – это так называемые «жирные пополаны» в Италии, в северо-итальянских городах. А пешцы и пехота в синхронных источниках, которые происходят чётко из XII-XIII века, а не более поздних XV-XVI века, так вот пешцы и пехота или не упоминаются вообще, или упоминаются в особых условиях. То есть, народное пешеополчение не могло выступать в прямом деле против боярской конницы, у него просто не было шансов, его просто растоптали в открытом поле. Естественно, они не могли выступать и против степняков-половцев, потому что попробуйте угнаться пешком за конным лучником, он успеет в вас раз десять попасть, пока вы за ним бегаете, поэтому без шансов. И, естественно, против западных соседей, то есть против поляков, чехов, венгров, немцев, которые являлись собой нормальную в это время рыцарскую конницу, которая, опять же, растоптала бы любое это легковооружённое пешеополчение. Кроме того, народная пехота была не способна к долгим военным кампаниям с отрывом от хозяйства на длительный период. Ну, а тяжёлый бой с конницей или с пешной дружиной, что характерно, или постоянные марши требовали ряда организационных мероприятий, а именно обеспечения специальным снаряжением, пусть облегчённым и удешевлённым для массового войска, для массового употребления, но специально изготовленным. Второе. Специальная боевая подготовка, как индивидуальная, так и строевая, так и маршевая. Третье. Обеспечение маршей, продовольствием, снаряжением, фуражом для долгой кампании. Без описанных мероприятий пехота превращалась в малополезный груз для войска. Её требовалось кормить на походе, организовывать марш, кстати, без гарантии какого-либо положительного результата. Пехота, если использовалась, то в качестве вспомогательных контингентов на границах собственного княжества, в области или в ближайших пределах, там, где не требовалось долгого марша, долгого манёвра, а, соответственно, обеспечения его и прямого дела с профессиональным войском. Кроме того, пехота могла выступать и наверняка выступала силами инженерного обеспечения, то есть то, что в более поздней эпохе называлось «посочной ратью». пехота же, естественно, принимала участие непосредственно в обороне крепостей, замков, то есть в местах своего проживания. Понятно, что если на стену лезут нехорошие люди, никто вам не помешает выйти на стену с чаном, с кипятком этот кипяток вылетит дружелюбно на голову приближающих с ней негодяев. И вроде вы пехота, потому что на стену на коне не залезешь, и вроде в военных действиях участие принимаете, но при этом постоянным воинским формированием, членом постоянного воинского формирования вы не являетесь. Что характерно, к пешцам, начиная с классического средневековья, вообще никогда не применяется профессиональный термин «вой». То есть «вой» – это отныне всегда, с XI века и до XVII – это только и исключительно всадник. Даже с появлением развитого ручного огнестрельного оружия в конце XV – начале XVI века и формированием уже нормальной огнестрельной пехоты, которая участвует в боевых мероприятиях, их всё равно не зовут воями. Вой – это всегда всадник. Третий период в хронологии русского войска, о котором мы сейчас говорим, маркировался невероятным взлётом качества личного снаряжения. Крайне небольшие и высоко профессиональные, суперподготовленные контингенты воев, причём не важно – городовых или княжеских – требовали особого подхода к снаряжению. Малая численность позволяла уделять весьма значительное внимание и средства для каждого отдельного бойца. Его потомственный характер и очень узкий слой мобилизационного ресурса превращал каждого воя в, как бы мы сказали, штучный товар, в ювелирный товар, который нужно было снаряжать и подготавливать самым притязательным образом. Этого требовали как чисто утилитарные соображения, т.е. малое число парировалось высоким качеством как снаряжения, так и подготовки, так и соображениями княжеской и боярской чести, потому что верховный феодал не мог уронить себя неподобающим внешним видам своих подчинённых. Основой защитного снаряжения в это время остаётся кольчуга. В археологии 9 находок из 10 – это находки кольчужной защиты, полной кольчуги или её фрагментов. Одна находка – это элементы пластинчатого доспеха. Эволюция кольчуги коснулась, наверное, её только в плане увеличения размеров. Если раннесредневековая кольчуга, вот как мы, например, знаем, скандинавская находка из Гермундбю – это очень короткая рубашка с короткими рукавами до середины плеча и коротенький подол, то с XI, тем более в XIII веке, кольчуга превращается в долгополую рубаху с длинными рукавами. То есть, подол закрывает бёдра до колен, иногда и ниже колен. Зачастую это или рукава до локтя или до запястья. Что мы имеем в изобразительных памятниках русского нашего круга, классического средневековья, и в археологии. Правда, там нет у нас длиннорукавных кольчуг, есть только кольчуги с рукавами по локоть. Что, впрочем, полностью сближает по тяжести снаряжения русского дружинника с европейским рыцарем своего времени. В обиходе остаются довольно редкие примеры ламеллярных и чешуйчных доспехов, которые в основном известны по изобразительным памятникам, которые формировались под воздействием византийского канона и требовали изображения, в первую очередь, пластинчатой защиты. Кстати говоря, можно уверенно предполагать, что пластинчатая паноплия на Руси была воспринята именно из Византии, самого развитого государства региона. Которую Русь традиционно тяготела не только экономически, но и культурно. Доспехи, то есть пластинчатые доспехи, формировались жилетом, пончо, который закрывал грудь и спину, к ним пристёгивались рукава пластинчатые и пластинчатый же подол той или иной конструкции. Подобная защита была в это время очень дорогой, чем, естественно, и объясняется её относительная редкость в археологических слоях. А шлемы к XII-XIII веку превращаются не только в невероятно богатые, но и невероятно развитые боевые наголовья. Во-первых, в ходу остаются рецепции древних этих условно-хазарских шлемов, четырёхчастных, сфероконических, клёпанных, когда на лобник и на затыльник наклёпывались поверх боковых височных частей. Вот то самое, что мы видим по материалам чёрной могилы Гульбищенского круга, сейчас покажем вам картинки. Их сменяют новые двухчастные шеломы, которые были склёпаны в Паттай по височным долям, очень высокие, со шпилями, с развитыми наносниками, бармицами. Наносники зачастую двухслойные, что мы видим, например, ярчайшим образом на шлеме из Кургана Таганча и так называемом шлеме из Украины, из коллекции Государственного Эрмитажа. Общим евразийским новшеством стало введение на Русику половинных шлемов с защитной полумаской. Тульни шлемов формировались из трёх сегментов налобного и двух задних, которые склёпывались в Паттай, имитируя монолитную конструкцию. Возможно, иногда их могли спаивать. Тульни шлемов полностью золотились, а иногда их декор был ещё более прихотливым. То есть, например, полное серебрение фона с частичной позолотой в виде того или иного узора. Как мы это видим, например, на прекрасном шлеме, который условно приписывается князю Александру Невскому, из Городца, как мы видим на шлеме, из Хиргишцы и так далее. Поверхность металла зачастую разделывалась серией рёбер жёсткости, каннелюров, то есть желобков. То, к чему военное дело Европы массово придёт вообще только к концу второй половины 15-го столетия. Полумаски – это сложно профилированные анатомические конструкции, с прочеканенными бровями, переносицей, ноздрями, замкнутым снизуносом, которые также могли нести на себе очень сложный серебряный и золотой орнамент. Наиболее дорогие шлемы такого рода княжеского качества могли нести на себе чеканные иконы из драгоценных металлов, венцы чеканные, чеканные навершия с тем или иным изображением священных чинов. Как, например, знаменитый шлем, который приписывается Ярославу Всеволодовичу, который он якобы утерял на поле битвы при Ливице 1216 года, ныне хранится в государевой оружейной палате. Применялись также шлемы с полным забралом, с антропоморфной личиной, которая повторяла целиком подробности человеческого лица. Относительно простой пример такого рода найден в городе Себиш в слоях монгольского погрома 1240-х годов. Ну а подлинным шедевром оружейного мастерства такого рода является маска, найденная в пожарищах Хмельницкого, дописанного из Иславля, который также погиб в годы баты его нашествия. И это вообще удивительная вещь. Это скульптурное повторение лица с мельчайшими подробностями. И почти без сомнений, это не лицо хозяина этой самой маски. Это лицо ангела с иконы. То есть, оно настолько точно повторяет ангельский иконописный чин, что при графической реконструкции полной данной маски сомнений не остаётся. Это именно изображение ангела. Абсолютно бесстрашное лицо. Подобные просто упрощения маски употреблялись, видимо, с этими самыми высокими шлемами с ферраконическими и со шпилями. Ноги обычно прикрывались кольчужными чулками. Известны очень-очень редкие и крайне небесспорные находки латных поножей разных конструкций. Собственно говоря, их две. Одна находка-обломка в Новгороде из нескольких пластинок, наоборот, не очень понятно, что это такое. И есть в Половецком кургане Димитровское. Предплечье с 1200-х годов начинают прикрывать ещё одной всеевропейской новинкой, а именно двухстворчатыми латными наручами. Хрестоматийный материал такого рода обнаружен в местечке Сахновка. Они далеко не единственные, их много. И в этом отношении русское военное дело опередило Западную Европу лет на 50. Примат конного боя привёл к изменению щитов. В XI веке щит с центральным кулачным хватом исчезает, меняется большими менделевидными щитами, с предплечным подвесом. Это единственное, что вообще физически можно применять в седле, в конном строю. Постепенно из обязательного атрибута щита пропадают умбоны. Умбоны сохраняются как таковые, но они перестают быть обязательным атрибутом, потому что щит с предплечным хватом не требует умбона как такового. В XII веке появляются уменьшенные треугольные щиты. Из-за увеличения тяжести и сплошного покрова вооружения огромный щит стал ненужен, появляется небольшой треугольный щит, максимально удобный для всадника. Ну а к XIII веку он ещё и укорачивается, превращаясь в точный аналог западноевропейского конного тарча. Круглые щиты остаются в употреблении, но к ним опять на постоянной основе возвращаются классические двухмерные выпуклые формы, что опять же максимально удобные для всадника. Клинковое оружие составляют мечи и сабли, причём собственное развитое производство их отсутствовало, их закупали на почти 100%. Возможно, при дворах князей были какие-то мастера, но в целом это всё закупалось. Сабли, видимо, закупались на Кавказе. Ну а набор ударного оружия дополняли топоры, включая чеканы с узкой лезвийной частью и молотком сзади, а также биметаллические литые булавы. Вот в таком блестящем виде княжеские дворы, не дружины уже, а дворы, встретили монгольское нашествие и проиграли воинское столкновение начисто, буквально без шансов и сразу. Потому что мы не могли вообще противопоставить ничего не в плане вооружения, а в плане самой главной организации гигантской Евразийской империи. В 1230-40-х годах принципы классического третьего периода, о которых мы сейчас говорим, не надламываются, а наоборот претерпевают прочную консервацию. Заткли учением одного – почти начисто пропадает роскошное вооружение как массовый материал. То есть, если раньше шлем типа 4 по кирпичникову с полумаской куполовидной вообще не бывает без позолоты, то теперь он как таковой вообще исчезает. А позолоченный, красиво отделанный шлем – это почти исключительно княжеско-боярский атрибут. В 1250-1300-х годах происходит всеевропейская технологическая революция, которая покончила с господством кольчуги. Наступает век пластинчатого доспеха. Собственно, именно в это время в летописях и появляется сам термин «доспех», то есть нечто, сделанное из досок, пластин металлических. Старое обозначение «бронь» – это синоним кольчуги, вытесняется на второй план. И это яркая мета новой эпохи в защитном вооружении. К 1300-м годам археология нам однозначно говорит, что доля находок доспешных пластин увеличивается. А к 1330-м, 1350-м они не просто доминируют, они полностью вытесняют кольчугу в том самом отношении 10 к 1. То есть 10 находок пластин, одна находка фрагмента кольчужного полотна. В это же время происходит очень важное, хотя и малозаметное нововведение. Оружейники изобретают чешуйчатый доспех, то есть доспех, состоящий из пластин, нашитых на мягкую кожаную или матерчатую подоснову. Оружейники изобретают чешуйчатый доспех с дополнительной страхующей заклепкой. То есть каждая пластина, помимо пришивки, имеет одну, две, иногда три заклепки, которыми она дополнительно приклепывается к несущей основе. Подобный панцирь был невероятно устойчив к любому методу поражения, который был доступен вообще в то время. Более-менее уверенно подобную защиту мог пробить только арбалет или, возможно, рыцарское копье при встречном столкновении. С 1320-х годов подобные пластинчатые жилеты, судя по изобразительному материалу, еще и начинают усиливаться круглыми пластинами зерцалами, создавая вовсе непробиваемый покров. По-прежнему в старо-бизантийской традиции к этим жилетам подвешиваются рукава пластинчатой конструкции той или иной и подолы, которые чаще всего формируются из более крупных пластин, чем корпусная защита, также прихватываясь дополнительными заклепками. Все чаще встречаются находки латных наручей. На северо-западе Руси появляются находки, которые можно осторожно соотнести с находками ранних типов западноевропейских латных перчаток. Это не факт, но возможно. Шлемы утяжеляются, опускаясь до уровня скул, до уровня основания черепа, формируя точный функциональный аналог западноевропейских шлемов бацинет. При этом разли защиты лица уходят в прошлое, забрало – пропадают, остаются лишь самые примитивные наносники. Отсутствие защиты лица при общем утяжелении и упрочнении доспеха имело единственную цель – обеспечение ориентации на поле боя, что в глухом забрали – дело очень затруднительное. А с запада и через византийское посредство заимствуются айзенхуты – железные шляпы, шлемы с полями, которые могли применяться вместе с высоким пластинчатым воротником-горжетом. Также в Западной Европе к нам проникают наиболее развитые в то время корпусные доспехи – бригандины, то есть аналог современного бронежилета с пластинами, уложенными под несущую основу, а не поверх неё. Для борьбы с невероятно усилившимся доспехом появляются мечи полторы руки, то есть это предок двуручного меча с общей длиной до 1400 мм и длинными рукоятями. Нарезу с ними появляются выраженно колющие мечи с жёстким ромбовидным сечением и треугольной формой клинка, то есть то, что способно легко проткнуть кольчугу или полосенчатый доспех в уязвимом месте. Ну а копья получают мощные гранёные втулки, превращаясь в подлинный кавалерийский таран. А также распространяются шестапёры, способные контузить воина, не повреждая фатально покров его доспеха. А также топоры такого рода иногда оснащаются очень мощным гранёным обухом, таким образом выступая комбинацией топора и булавы. И вот в таком выраженно утилитарном, чрезвычайно усилившемся виде русское защитное снаряжение встречает окончание третьего периода военного деле , образование первых княжеских коалиций, начало собирания наследства Рюрика и судьбоносное столкновение с Ордой 1380 года. Дальше был четвёртый период создания развитой феодальной армии, но это предмет самостоятельного рассмотрения. Сделаем заключение. Общая периодизация в первом приближении выглядит так. Первый период, 8-9 века, господство пехоты, племенное ополчение всех свободных мужчин, способных носить оружие, согласно достатку, малые мобильные дружины вождей и или частных предпринимателей на военно-торговом поприще. Слой дружинников очень проницаем для активной части невоенного населения. Второй период, 9-й, начало XI века, постепенное падение роли народного ополчения, выход на первый план профессиональных дружин, рост их численности и значения. Пехота при этом по-прежнему господствует. Первые попытки создания конницы. Служилое сословие концентрируется вокруг богатых землевладельцев, князей и бояр. Третий период, XI-XIV века. Быстрое исчезновение народного ополчения, как действительные военные силы. Главную роль играют конные дружины и городовые полки. Пехота может играть только ограниченную роль в малой войне, а также при обороне крепостей и в качестве посошной рати. Слой служилого сословия практически полностью замыкается, превращаясь в феодальную корпорацию наследственного типа. В конце периода начинается постепенное наделение всего служилого сословия условным держанием земли, поместьями. Пехота в это время отсутствует как класс. Об этом нам говорит однозначно археология. Как только появляется пехота, сразу же материальная культура реагирует созданием, отражением специальных средств тяжелой пешей борьбы. Специальное древковое оружие, специальное стрелковое оружие, специальный доспех – всего этого мы просто не знаем с начала XI века по конец XIV века. А фактически настоящая пехота снова появляется у нас только с возникновением развитого ручного огнестрельного оружия, а именно при Иване III. Но, повторюсь, это отдельная история. Надеюсь, мы ввели вас в курс того, чем мы будем заниматься, изучая военное дело, вооружение и материальную культуру военного дела средневековой Руси. На сегодня все. Всем пока.